Микс Ньюс Добрый день, это программа Разворот. Снова с вами Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Копейн. Гость у нас парламентский секретарь Министерства культуры, член правления Рижского бюро по развитию туризма Эва Юхневича. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем мы, наверное, с того, что вам знакомо, наверное, как дважды два. И много лет вы в этом были. Вы были исполнительным директором праздника Песни и танца. В этом году будет детский, юношеский праздник Песни и танца. Что вы про него можете сказать? Уже такой с вашим опытом уже со стороны. Уже не во всем этом. Не бегая, не рвя волосы на себе. Наверное, более спокойно так уже посмотреть, как коллеги ваши работают. Ну да, наши коллеги сейчас очень много работают, потому что праздник в июле. И мне кажется, что это последний полгод. Это самое время, когда очень много работы, и когда со всеми надо встречаться, когда вся программа уже готова, когда все... Паш Валдейбес. Самоуправление. Самоуправление уже готовы привести участников в Ригу. Так что я думаю, что мои коллеги сейчас... Я им желаю хорошего, каждый день хорошего, и чтобы у них много силы и хороших мыслей. То есть полгода это уже такая, когда уже все готово? Это не подготовительная работа, а уже такие организационные моменты какие-то? Ну знаете, когда ты работаешь на мероприятии, тогда всегда, мне кажется, из моего опыта, никогда ты не совсем готова, потому что там так очень много всяких мелочей, с чем надо работать до последних дней, когда начинается праздник или мероприятие. Но почти, ну я не знаю, как у коллегах, но я думаю, что у них то же самое, потому что, ну, в принципе, один и то же, такой же, что я думаю, что они уже, ну вот последние, последние работы, которые я читала, что сейчас вот билеты они начнут продавать, и так что программа готова, дети готовы. Я думаю, что все сейчас уже волнуются, как будет выглядеть, и какая погода будет в июле, так что да. Что вы думаете, как сложнее, это традиционный взрослый праздник песни и танца или детский для детей? Ой, знаете, они вроде бы похожи, но так, ну, совсем не похожи, потому что в развитии это, если это дети, тогда это по-другому, это даже эмоционально по-другому, тогда это праздник для детей, и для их родителей, и для друзей, и там, мне кажется, что даже программа совсем немножко, ну она как будто другая, она такая, отличается, да. А праздник для взрослых, это уже так, это, я всегда, когда у меня была возможность работать на фестивале песни и танцы, я всегда так очень арпетат, артиеню. С уважением. С уважением. Извините, я уже забыла в русском говорить. Да, это ничего страшного. Да, с уважением смотрела на этих всех участников, которые днём работают, свою работу, а вечером идёт на репетиции, чтобы вот четыре года репетировать, а потом на пятый год можно приехать в Ригу всем сделать красивый праздник. В этом году ещё праздник песни и танца будет с таким экологическим уклоном, будут всякие мероприятия, посвящённые вопросам климата, и, наверное, это правильно, кого как ни детей, ни с них начинать, да, вводить. Даже в школах сейчас, если зайти в школу, там уже четыре корзины, в наше время там ничего подобного не было, один мусорник стоял, и всё. Как это можно внедрить в праздник и вот в эти во все мероприятия? Ну вот поэтому и организаторы очень долго перед праздник, перед мероприятием начинают работать, потому что вот всякие вот такие вопросы, которые... Наш мир поменялся, и у нас очень много чего поменялось там пять лет назад. Если мы помним пять лет назад, мы так не говорили в социальных сетях, мы так не волновались про экологические проблемы. Сейчас всё это, атеистность развивается, и это очень важно, чтобы такие элементы были включены уже в программы, и чтобы участники сами почувствовали, что они со своим отношением как будто были... Частью этого? Частью этого, да. И мне кажется, что коллеги делают очень большую работу, потому что, так как вы и говорили, конечно, надо начать с детьми, потому что мы знаем, что если, ну, чем меньше ты моложе и начинаешь думать про такие вопросы, тем важнее те они тебя, когда ты становишься взрослым. Но детский праздник, наверное, ещё отличается тем, что надо с родителями всё время и с обществом тоже, да, как-то коммуницировать. Очень, да. И, наверное, и претензии, и проблемы, там, кто устал, кто пить, кто есть, кому в туалет надо. Ну, взрослых мероприятий то же самое. Мы тоже очень много коммуницировали, ну, говорили с участниками, ну, конечно, это совсем по-другому. Это, я думаю, что это ещё сложнее, чем большой праздник танцев и песни, потому что там, конечно, там родители, там дети, и эта коммуникация с родителями очень важна. Но как я слежу за праздниками песни и танцев, я смотрю, как организаторы, они очень хорошо это делают, и, мне кажется, что каждый день они разговаривают и что-то рассказывают, что и как надо делать, что и как, какие дрожжи для безопасности, какие для здоровья. Так что, да, много работы. Для них сейчас много работы. Вот, скорее всего, что эстрада межопарка, да, тоже будет задействована, понятное дело, в прошлом году, в позапрошлом году, когда был праздник, была уже обновлённая, да, сейчас ещё достраивают и меняют что-то. Насколько там всё поменялось? Ну, там по-другому. В 2018 году было сделано новое только для зрителей. Да. Это вся территория. Часть. Сейчас вторая часть уже, которая для участников. Так что там будет совсем, это всё будет выглядеть по-другому. Там гримёрки, дети уже будут во всём. и там, я думаю, что это будет очень-очень-очень хорошо, что эстрада сейчас уже такая красивая, становится красивее, и это очень важно, что больше участников можно участвовать, и больше зрителей можно участвовать, потому что она и сделана побольше. Так что, да. Потихоньку перетекая в общем к мероприятиям, которые в Риге в том числе происходят, вот не так давно появилась такая идея, инициатива, разработанная Министерством охранной среды регионального развития, о запрете использовать пластмассовую посуду на общественных мероприятиях в Риге. Как вы к этому относитесь? Возможно ли это поменять? Потому что я знаю, что есть, например, в фестивале, там та же комета, где, например, просто посуда, и люди поели, потом помыли, самостоятельно на место положили. Есть там депозит, стаканчики многоразовые. Ну, я думаю, что это очень хорошие мысли, это так и надо делать. Конечно, это для организаторов в мероприятиях, это еще один вопрос, который надо решать уже... Сегодня. А, еще вчера надо было. Еще вчера надо решать, что на мероприятии это было. И как мы видим во всем мире, например, большие концерты, уже больше нету пластмассовых стаканов, и есть эти... Варя, карты летовые. Которые многоразовые. Да, что ты можешь купить свой напиток, оставить депозит, и потом отдать. Такие вот всякие мелочи, вроде бы мелочи, но это очень важно, чтобы про это думали. И, например, на большие мероприятия, такие мероприятия, как фестиваль песни и танцев, там есть питание участников. Так что это тоже вопрос, который, я думаю, что мои коллеги сейчас уже думают, как вот уменьшиться этот пластмассовый, всякие тарелки и стаканы, и чтобы не было этого. Конечно, не знаю, как у них, но мы уже начинаем понемножку думать про следующие, большие, взрослые, песни и танцев, которые будут состояться в 2023 году. Мы понимаем, что, конечно, это связано тоже с деньгами. Так что все надо уже считать, придумывать и планировать. Вот по поводу посуды, это наверняка же еще и такой момент, что надо в то же время продумывать ту же сортировку мусора, чтобы еще дополнительно как-то сортировалось правильно. Как у нас с этим после мероприятия? После мероприятия трудно. Пока я думаю, что трудно. Мы можем там поговорить еще с другими организаторами мероприятий. Конечно, пока еще трудно, потому что мы только, я думаю, что мы все только сейчас учимся, как это, что надо, что это не только один мусор, а мы можем разделить. И, например, в других странах я знаю, что это уже давным-давно делается, и люди просто не понимают, как это не делать. Так что я думаю, что 3-4-5 лет, и мы все даже по-другому не будем думать. Научимся. Научимся, да. Вы являетесь парламентским секретарем Министерства культуры. Больше нет. А уже все? Больше нет. Как это было? Как это было? Как этот опыт? Ой, знаете-ка, это был такой очень хороший опыт, и совсем по-другому, потому что я перед... Мой опыт был работать с мероприятием, работать с коммуникацией, работать на маркетинг, на брендинг. А здесь у меня была возможность посмотреть, как происходит работа в министерстве, как происходит процесс развития культуры, политики в Латвии. Так что это был очень хороший опыт, у меня была возможность, как парламентарному секретарю, у меня была возможность идти на комиссии САИМ, так что где всякие вопросы были решены, и я думаю, что этот опыт очень важен для меня. А слышен голос? Вот, например, вы человек с опытом неоспоримым. Спасибо. И придя, например, на комиссию или под комиссию, где депутаты считают, что они видят так, надо так. А как им доказать, что так не надо, надо по-другому? Надо разговаривать, надо рассказывать с аргументами. И как, я недолго работала, я работала с конца июля, до начала февраля. Мне кажется, что все эти разговоры, которые в комиссиях, они очень важны, потому что всегда там были присутствуют или эксперты по этому вопросу, или представители министерств, которые работают с каким-то вопросом. Так что всегда есть возможность у депутатов задавать вопросы, а эксперты или представители министерств отвечают, рассказывают. И, не знаю, у меня был очень хороший опыт, потому что у меня было интересно, я работала в комиссии, которая сейчас работает на... Так, я не знаю, как по-русски это сказать. Это закон о использовании электронных средств массовой информации. Да. И это новый закон. И когда ты вместе работаешь, тогда, я думаю, что результат будет хороший. Вы сказали, что у депутатов есть возможность задавать свои вопросы, они этой возможностью пользуются, они интересующиеся. Да. В тех комиссиях, в которых я была, да, они используют это. И это очень хорошо, потому что тогда эксперты могут рассказывать или предупредить, если вопрос будет решен, тогда это так и так. Когда риски. Тогда такие риски есть. Так что всегда, где я участвовала, всегда, мне кажется, что был найден самый хороший результат какому-то вопросу. То есть не на отмышь работаешь, Мишба, Мишба, все-таки заинтересован. У вас было что-то, вот помимо, может быть, закона об электронных средствах массовой информации, что-то, о чем вам очень хотелось поговорить с депутатами, донести какую-то мысль, прям вот сообщить, что-то очень важное им. Министерство культуры отвечает за политику медиа и Латвии. Так что мы с нашими коллегами всегда говорили, рассказывали, ну как от нашего зрения, как выглядят какие-то вопросы, которые надо включить в этот закон, и которые важны, чтобы они были отмечены. Может быть, расскажете нам коротко, о чем будет закон, какие главные проблемы? Ой, нет, там вы спрашиваете уже культуры медиа и Министерства. Уже те кто? Да, но мне кажется, что закон пошел уже на второе читание, так что я думаю, что очень скоро вы можете уже узнать про все следующие. Так как вы являетесь в направлении Рижского бюро по развитию туризма, тоже новое для вас. Это совсем новое, да. Как вы себя чувствуете в этом? Уже успели чуть-чуть? Ну это совсем новое, но знаете, как перед праздником танцевой песни я работала в Юрмальской думе, я работала с маркетингом Юрмалы. И так что мне кажется, что это немножко такое похоже на это, только это больше, чем огромное. И если я там работала только на маркетинге, тогда здесь получается, что здесь побольше вся чего. Но, конечно, я еще так не могу сказать, как я себя чувствую. я только сейчас начала, но мне кажется, что как в Риге, в Ригу любят туристы. И у каждого города и Ипоши для Риги это то, что делает, берет туризм, это очень важно. Потому что мы маленькая страна, маленький город, сравняю с другими. И очень важно, что мы делаем такие, и очень, ну, вроде бы, мертвецы, как это... Целенаправленные. проекты и компания, и мы начинаем быть активны в социальных сетях, мы едем на конференции, мы едем на семинары и рассказываем, рассказываем про Ригу, рассказываем про то, что здесь можно найти и как здесь можно чувствовать. Потому что, если вы смотря по сравнению с таким большим метрополом, у нас Рига маленькая, но очень красивая, и ты можешь найти этот спокой здесь. И, ну, со спокоем ты можешь и хорошо здесь погулять, и красиво посмотреть город, и отдохнуть, и использовать... Нет, даже не использовать, почувствовать эту атмосферу, которая у нас в рижских ресторанах, и везде, так что... Так что там много работы, и я думаю, что, как мы видим сейчас вообще, ну, в мире, туризм меняет свою форму, потому что мы все сейчас... Мы не хотим быть в этих больших туристических группах, мы хотим сами найти вот это то, что такое аутентистское, самое оригинальное, индивидуальное. Даже запросы в Google, там самые необычные места для посещения. Ну, вот, и поэтому мы должны быть очень, ну, такие, следить за тенденциями и пойти в этот... в таком виде и начинать, ну, и популяризировать в Ригу так, чтобы люди приезжали здесь. Ну, вот одна из самых необычных, наверное, инициатив за последнее время, которая еще продолжается, я напомню, что раз в месяц закрывают в первую неделю месяца закрывают улицу. И тоже разные мнения говорят о том, что как раз-таки это то, чем можно привлекать, что можно рассказывать туристам, и как их... Ну, при этом как бы улицу не просто закрыть, а что-то там еще сделать и организовать. Бюро тоже этим будет заниматься? Как вы это видите? Будем смотреть, но это очень хорошая инициатива, и она началась только... Сейчас два раза только было. Да, да. Блаумани, Терба Циэл и Блаумани. Сейчас следующее я читала, что будет Дертру Циэл. Я думаю, что это тоже такое важное, важная вещь, которая когда-то это делает Рижская Дума с общественной организацией Пилсата Тилваки. И идея очень хорошая, что люди могут почувствовать атмосферу в Риге и почувствовать, что улица это для него, не только для автомашина. И я думаю, что, конечно, мы будем как-то... Ну, это еще идея, мне кажется, что мы даже... Я знаю, что мы еще не успели с ними связаться, но будем смотреть, как мы можем сотрудничать и как мы можем про это рассказывать туристам, и как мы можем, не знаю, может быть, думать какие-то специальные программы про эту улицу, почему она такая редкая или особенная, и что там мы можем найти. И, конечно, это очень хорошее институт, чтобы люди, не только туристы, но и местные, могли бы походить по магазинам и по ресторанам. Я помню, я первый раз, когда была улица Терпадс, вроде бы я так часто там иду по Терпадс, но мне кажется, я никогда не зашла столько магазинов и столько кафе, так что это хорошее... Другими глазами. И мне кажется, что вот начали это институт зимой, ну а летом совсем будет прекрасно, что есть такая возможность. Будем смотреть, какая будет следующая улица. Мне кажется, еще интересно, что когда на самое начало, только утро, еще такой момент, когда вроде люди выходят гулять, на Плаумане это было, но все равно их как-то сносят в сторону тротуара. То есть они как бы вроде вот улица для вас, но они все еще по привычке как-то с проезжей части надо уйти. Они все равно как-то... Ну да, но это так редко, когда случается такая... Есть такая возможность, мне кажется, во время марафона, ну тогда ты должен быть участником марафона, ну вот и вот в этих днях. Так что я думаю, что это будет хорошая традиция, и там можно сделать, сотрудничать и сделать красивую программу. Использовать с пользой, прошу за тавтологию. По поводу города для людей и вообще, что для людей, это Масленица. Хочу, кстати, напомнить, что началась Масленичная неделя, кто забыл, можно уже готовиться потихонечку. и тоже бюро приготовило что-то для рижан. Да, 29 февраля, это в эту субботу, с 12 до 8 вечера состоится праздник Масленица, или большая, как мы назвали, большая выпечка блинов. Лейлайс, Бангкок, Цепинц. И Масленицу часто в других городах очень всегда празднуют. Но в этом году у нас уникальный, и я очень рада, что у нас партнер Рижский и Русский театр имени Михаила Чехова, который специально готовит программу. И это означает, что это праздник не только, как мы, может быть, думаем Масленицу, что это блины, блины, блины. Не только еда. Да, только еда. Но это когда такая синергия культуры и гастрономии. Потому что мы вместе работаем, и театр старается быть таким максимально открытым, и они готовят специально подобранную музыкальную программу из их спектаклей, из известных хит, и там будет всякие там и тиды, и так далее. А мы заботимся про то, чтобы там были самые лучшие рестораны. И мне кажется, что это тоже такой новый подход, как сделать один красивый праздник опять в Риге, но не сезон. с целью уменьшить влияние сезонности в туризме, потому что, конечно, мы бы все… сегодня уже такая весна была, солнце светит, но еще холодно. Но мы видим, что туристам нравится Рига тоже, и не только в лето, весной или осень, но и в зиме. Но когда ты приезжаешь здесь, тогда хочется еще что-то посмотреть и почувствовать атмосферу города. И вообще-то, если я смотря опять по тенденциям, мировым тенденциям, гастрономический туризм начинает становиться таком… играет большую важную роль, если мы смотрим, как мы сами едем где-то. Очень часто мы видим в Фейсбуке или Инстаграме, где мы в каком ресторане были, что кушали, как еда выглядит и так далее. Это уже такой важный пункт. И Лив Рига делает, бюро делает, организирует успешно уже пару лет Рига Street Food Festival, который был в январе. Если вы там были, тогда видели, как хорошо происходит этот праздник и как красиво рестораны все выглядят. И эта еда, в которой можно угоститься. У нас без Рига Street Food Festival есть и ресторан праздника Риги, и Рижские недели ресторанов. Так что бюро уже давным-давно работает на гастрономический туризм. И хотелось еще подумать, еще, и поэтому мы рады, что мы с театром можем сделать еще один праздник в конце февраля. И у нас будет присутствовать рестораны Аквалуна, Чарлстон, Энтересо, ферма, гаража, кальтювар, теозо, ресторан, стинто. И будет тоже и Street Food Festival, участники. 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 Да, знакомые. И так что я думаю, что это вместе культура, с гастрономой, гастрономой, в центре Риги будет очень красивая суббота. Но стоит отметить, что это не на Домской площади, как обычно. Да, на площади Лиево. Поближе к театру как раз. Да, потому что театр самый главный культуролог и будет думать про музыкальные выступления и про актерские всякие. Так что, да, это будет на площадке Лиево. А будут чучело жечь? Как обычно, это на Масленицу. Знаете, когда я работала на праздник песни и танцев, мои самые любимые вопросы были про безопасность. Так что, это тоже самое. Жесть, ничего не будем, потому что это небезопасно. Небезопасно, Но там будет шоу. И сейчас думаю про шоу, как сделать это, чтобы была такая перформация, чтобы мы можем, ну, ну да, как будто почувствовать, что есть чучело, и что есть, что все это есть, но жесть с огнем не будем. По поводу ресторанов, когда звучит слово ресторан, многих это может отпугнуть, потому что там цены и прочее, и прочее. Насколько это все-таки, ну, когда мы слышим уличная еда, это кажется, что это должно быть плюс-минус доступно всем, да, что-то перекусить. Цены там будут прям ресторанные, ресторанные. Нет, это будет тоже так, как регистрировать фестиваль. Если вы были, тогда вы видите, что рестораны всегда думают про специальное какое-то предложение. Это регламентируется, как-то договариваются о том, что, ну, вот не надо там… Ну, рестораны самые заинтересованные, чтобы если они там были тогда, чтобы они могли бы показать самое лучшее, что у них есть, или интересное, и эти цены, ну, они не такие, как у ресторанов. Немножко. Это так интересно, что в этом мероприятии будет вместе стритфуд, стритфуд с рестораном, и они сделают опять такой микс, микс, так что я думаю, что, нет, цены не будут такие большие, как у ресторанов, если бы мы пошли вечером. Ну, осталось надеяться на погоду нам, как обычно, будем надеяться, что действительно будет хорошо, приятное, и побольше людей выйдут на улицу погулять, посмотреть на свой город, это всегда приятно и хорошо, мне кажется, приятное времяпровождение. Спасибо вам большое, бывший парламентский секретарь Министерства культуры, ныне член правления Рижского бюро по развитию туризма, Айва Яхневича была на студии, Анастасия Смоловская провела, Евгений Копейн звукорежиссировал, я напомню, что после 14 часов у нас абонент доступен, в эфире Вадим Родионов и Анна Смирнова поговорят с активистом, который объявлен в розыск в Латвии, Бенес Айя, а потом, как обычно, после 16 часов диагноз недели, который сегодня проведет Артем Липин, а после 17 часов встретились, поговорили, Мариге Олег Буров будет в этой студии, спасибо, всего хорошего.